57 статья Конституции Российской Федерации обязывает каждого гражданина нашей страны платить налоги и сборы. К сожалению, не все сегодня понимают, что своевременно уплаченные налоги и четко отлаженная система налогообложения – это залог благосостояния муниципалитета в целом. Транспортный, земельный и налог на имущество нужно заплатить до 1 декабря включительно. Необходимо отметить, что налог на недвижимое имущество для жителей Краснодарского края в этом году еще исчислен, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимого имущества. В 2018 году налоговой базой для исчисления налога за 2017 год станет кадастровая стоимость объектов недвижимости. На данный момент рассылка уведомлений, в которых указана информация по всем налоговым обязательствам, завершена. Поэтому, если вы не получили уведомления, обратитесь в налоговую инспекцию. Я пришла в налоговую, чтобы получить уведомления по оплате налогов – транспортных, земельных, имущественных. Но так как их вовремя не прислали мне, я сейчас у девочек все это получила. Конечно, хочется к Новому году все оплатить, чтобы не было долгов. Чтобы заплатить налоги, сегодня не обязательно стоять в очередях. Можно зарегистрироваться на официальном сайте ФНС России налог.ру и в личном кабинете налогоплательщика сформировать платежный документ для безналичной уплаты налогов или распечатать квитанцию, чтобы лично оплатить ее в отделении банка. Используя платежный терминал в банковском учреждении, оплатить налог можно по индексу документа, который располагается в верхнем левом углу платежного документа. Для пенсионеров и инвалидов предусмотрены льготы на оплату налогов. Для того, чтобы воспользоваться данным видом государственной поддержки, необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Обращаясь к льготной категории граждан Славинского и Красноармейского района, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, пользованием налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный характер. То есть пенсионерам и инвалидам первой и второй группы для предоставления льготы необходимо предоставить заявление в налоговый орган с подтверждающими документами право на эту льготу. К налогоплательщикам, уклоняющимся от уплаты налогов или несвоевременно их заплативших, будут применяться меры административного взыскания, вплоть до ареста имущества должника с последующей его реализацией. Поэтому лучше заплатить налоги и спать спокойно, чем потом отбиваться от судебных приставов и помимо налогов платить еще и начисленную пеню. Тем более, что визит в налоговую не занимает много времени. Мы со Славинского района, со Саницы Петровской, приехали оплатить налоги за недвижимость. Постоянно здесь очень хороший коллектив, хорошо принимают люди. Зашли и вышли без проблем. Получили квитанции. Заплатись беспокойно. Разъяснение по всем вопросам, касающимся уплаты налогов, можно получить в межрайонной налоговой инспекции, расположенной по адресу город Славинск-на-Кубани, улица Красная, 7А, кабинет номер 1 или по телефону 479-92-479-96. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».